Здравствуйте, уважаемые девятиклассники! Меня зовут Анна Радиковна Бадалян, я учитель английского языка. Сегодня мы с вами подробно поговорим о задании 32 Personal Letter, с которым вам придется столкнуться, если вы будете сдавать экзамен по английскому языку. Я вам подскажу некоторые моменты, потому что являюсь уже на протяжении многих лет экспертом предметной комиссии по проверке и ЕГЭ, и ОГЭ по английскому языку. Итак, начнем. На моем слайде вы видите незнакомое слово «стимул». Что это такое, ребята? Непосредственное задание, которое вы увидите в вашем контрольно-измерительном материале, это «стимул». По заданию 32. Личное письмо. Личное письмо представляет собой задание, которое оценивается в 10 баллов. Выполняется оно на отдельном бланке номер 2. Не забудьте об этом, ребята. На это отводится 30 минут вашего времени. В контрольно-измерительном материале это задание представляется в виде отрывка личного письма от вашего англоговорящего друга. Здесь у меня представлен друг Бен. Я этот стимул взяла с официального сайта FIPI, с открытого банка заданий, куда вы непременно можете обращаться для подготовки к экзамену. Итак, ребята, для того, чтобы правильно выполнить задание, вам необходимо правильно понять задание. И сейчас мы с вами попробуем это сделать. Внимание на экран. Обратите внимание, я вам выделила некоторые моменты. И сейчас объясню, какие именно. Давайте это сделаем вместе, ребята. Итак, ребята, попробуйте перевести. Вы получили письмо от своего англоговорящего друга Бена. Я подчеркнула слово Бен. Почему? Да потому что это и есть обращение в нашем письме. Читаем непосредственный отрывок из письма. Итак, ребята, попробуем перевести. Это задание. Попробуйте сами, а я вам помогу. Я очень занят, готовясь к своим школьным экзаменам по литературе и по истории. Ребята, сразу обращаю ваше внимание, предметы в английском языке пишутся за главные буквы. To pass them successfully, чтобы пройти их успешно, это вводное слово, выделяется запятой. Я должен, вынужден, have to, глагол. Я вынужден, помни, запоминать много. А какие предметы ты выбрал для своих экзаменов и почему? Ребята, я подчеркнула этот вопрос, потому что нам на него именно и нужно дать ответ. Но посмотрите, ведь в этом вопросе кроются два вопроса. Уточняющая деталь why, которую нам непременно тоже нужно осветить. Второй вопрос точно так же построен. What type of exam? Какого вида на экзамен ты предпочитаешь? Устный или письменный? И почему? Тоже уточняющая деталь. Ребята, будьте очень внимательны с уточняющими деталями, ведь если вы не дадите на них ответ, то ответ ваш будет неполным и неточным. А это, к сожалению, приведет к сокращению ваших баллов. Последний вопрос. How do you prepare for your exams? Как вы готовите, как ты готовишься к своему экзамену? В итоге, несложными математическими вычислениями, мы пришли к выводу, что нам нужно дать ответ на пять вопросов. Работаем дальше. Мы сейчас с вами прочитали стимул, а сейчас само задание. Напишите письмо и ответьте на три вопроса. Не обращайте внимания на слово три. Это сдается задание в каждом письме. Напишите сто, сто двадцать слов. Помните о правилах написания письма. Это очень важно. Ребята, вы ограничены во времени. Вы ограничены и также в словах. Но существует правило десяти процентов. От нижней границы мы отнимаем десять процентов, получаем девяносто слов. А к верхней границе мы прибавляем десять процентов. То есть получаем сто тридцать два слова. Ребята, напоминаю, если вы вдруг напишите сто тридцать три слова на письме, проверяться будут только сто двадцать. Будьте внимательны. Remember the rules of letter writing. Что это такое? Помните о правилах написания личного письма. Существуют определенные правила, которые мы сейчас с вами и разберем. The rules of letter writing. Итак, письмо личного характера начинается с адреса отправителя, то есть с нашего с вами адреса. Я рекомендую, пишите краткий адрес. Сначала город, а потом страну. Нет никакой разницы, напишите ли вы адрес в строчку или друг под другом. После адреса вы должны будете написать дату. Обратите внимание на мой слайд, ребята. Я написала реальную дату. То есть если у вас экзамен проходит 6 июня, вы должны будете написать 6 июня 2020 года. Все это и адрес, и дата пишется в правом верхнем углу. Для того, чтобы написать обращение, мы перемещаемся в левый край нашего бланка ответов номер 2. И единственное обращение – это у нас дия и имя. Напоминаю, ребята, правила пунктуации. После слова ben, запятая, либо ставится запятая, либо не ставится никакого другого знака препинания. Все остальные записи будут рассчитаны как пунктационная ошибка. После обращения с абзаца, с новой строки, мы начинаем уже писать письмо. И первая строка у нас идет – благодарность за полученное письмо. Абзац, и начинается уже the body of the letter. Что это такое? Основная часть. В этой основной части вам необходимо будет ответить именно на те 5 вопросов, которые вам задал в своем письме Бен. Ребята, внимание, нет никакой необходимости на каждый вопрос давать ответ отдельным абзацам. Вы можете перекидывать мостики, так называемые, путем использования средств логической связи и связывать вопросы между собой. Абзац следующий, ребята. Мы переходим плавно к концовке. Достаточно всего одной фразы. That's all for now. Но, ребята, не забудьте, вам необходимо обязательно упомянуть надежду на последующие контакты. Вы можете использовать фразу Keep in touch, write back soon, hope to hear from you again. Все это является надеждой на последующие контакты. Завершающая фраза. Она пишется вновь с новой строки. И вы можете использовать love, best wishes, после которых обязательно следует запятая. Подпись. Ребята, казалось бы, такая не столь важная часть. Но нет. Вам необходимо написать только свое имя, не упоминая фамилию. И как бы это ни парадоксально звучало, ребята, но после своей подписи вы не должны ставить никакого знака припинания. Итак, посмотрите, ребята, какая шапка получилась у меня. У нас готова шапка. Мы посчитали с вами слова и переходим к the body of the letter. Как правильно ответить на вопросы, ребята? В английском языке, в отличие от русского языка, совершенно не развита система окончаний. Поэтому предложение строится в английском языке исключительно путем строгого порядка слов. Напоминаю, утвердительное предложение строится. На первом месте стоит подлежащее, затем сказуемое. Даже несмотря на то, что некоторые сказуемые могут составлять из нескольких глаголов. И после этого только идут второстепенные члены предложения. Давайте попробуем ответить на наши вопросы с уточняющими деталями. Ребята, в скобочках вам дано что? Совершенно верно. Это время, в котором употребляется глагол этого вопроса. Соответственно, и ответ должен стоять тоже в этом же самом времени. У нас в данном случае нам об этом говорит глагол-помощник have и третья форма основного глагола chosen. Как бы вы ответили на этот вопрос, ребята? Посмотрите, что получилось у меня. Ребята, проанализируйте, дала ли я ответ на вопрос, который нам задал Бен. Какие предметы я выбрала? Английский и историю. Ответ получен. А почему? Да потому что я сильна именно в этих предметах. Ответ дан. Посмотрите, я использовала одно распространенное предложение, которое связала вводным словом because. Следующий вопрос. Определяем время глагола, в котором стоит вопрос. Глагол-помощник do. Основной глагол в первой форме. Present simple. И ответ у нас тоже звучит в present simple. Я думаю, что у многих из вас тоже такое же предпочтение. Легче отвечать письменно, чем устно. Ведь это всё-таки foreign language. Мы приближаемся к третьему вопросу, ребята. How do you prepare for your exams? Ребята, будьте внимательны. Здесь не спрашивается о конкретно каком-то экзамене. О всех экзаменах. И это слово стоит во множественном числе. Время этого глагола, этого вопроса. Present simple нам об этом подсказывает. Что? Совершенно верно. Глагол-помощник do. As for me, I work hard to prepare for my exams. For example, I attend extra lessons at school and do a lot of different tasks. Ответ получен на все вопросы? Думаю, да. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Ставим галочки. Всё ли мы выполнили, ребята? Адрес? Написали. Дату? Написали. Обращение D.A.B.N. Есть. Благодарность? Написали. Ответы дали на все вопросы? Конечно, даже с уточняющими деталями. Надежда на последующие контакты. Выберите какую-нибудь надежду на последующий контакт. Это может быть любое выражение. Повторяюсь. Завершающая фраза. Либо love, либо best wishes. Не забывайте ставить запятую после этих слов. И подпись. Только имя. Вот что получилось у меня, ребята. Я даже посчитала слова. У меня 102 слова. Я использовала hope to hear from you soon. Итак, ребята, небольшие мои рекомендации. Для того, чтобы вы успешно подготовились к сдаче экзамена в 9 классе, по разделу письмо, это вторая часть, вам необходимо пользоваться единственным официальным сайтом. Это тройное W фипи точка ру. В открытом банке заданий есть разнообразное количество всех материалов, которыми вы можете воспользоваться. Мои рекомендации. Работайте со стимулом. Но помните, что стимулы не проверяются, потому что он находится в контрольно-измерительном материале. Вы можете им там работать, вы можете делать свои пометки, вы можете писать свой перевод, если вы не знаете каких-то слов. Но контрольно-измерительные материалы не проверяются. Проверяются исключительно бланк ответов номер 1, бланк ответов номер 2. Пользуйтесь черновиком. Не пренебрегайте, ребята. При переписывании вы можете очень многое исправить. Считайте слова. И не забудьте переносить ответ в бланк ответов номер 1 и номер 2. Я уверена, у вас все получится. Bye! Субтитры создавал DimaTorzok